На приёме граждан Юлия Устинова рассказала Вениамину Кондратьеву о том, в каких условиях дети сейчас тренируются в здании частной спортшколы. На данном этапе, даже в спортивной школе, которую мы арендуем, у нас нет газа. Дети занимаются сейчас в холодной школе. Идёт зима. Муниципального спортивного комплекса в посёлке нет, а владельцы нынешнего помещения постоянно поднимают арендную плату. Вениамин Кондратьев поручил главе Северского района разработать проект нового тренировочного комплекса. Завершайте экспертизу, и мы дополнительно включим в ваш спортивный комплекс финансирования. Постараемся сделать так, чтобы вам добавили деньги на ваш комплекс, и чтобы вы всё-таки в следующем году начали его строительство. Мы сегодня все вместе, неважно, бизнес большой, малый, отвечаем за социальную стабильность в районе. Все вместе отвечаем. А вот в Славянске-на-Кубане с 2012 года на улице Средней не могут провести освещение. Об этом главе региона рассказала Антонина Титшина. Как оказалось, стоить все работы будут не больше 150 тысяч рублей. Но на протяжении пяти лет местные власти так и не смогли найти такую сумму, чтобы сделать уличное освещение. Вопрос нужно решать. Системно, комплексно. Но свет – это самое необходимое, в том числе, как и наравне со школами, детскими садами. Вы же реально местные органы власти. Вы на этой местной органы власти, чтобы на месте понимать, где проблема, где она уже явно перезревшая. Обещают, что в первом квартале 2018 года эта работа будет выполнена силами муниципального образования Славянского района. Я не сомневаюсь, что она будет выполнена. Но вы посмотрите, это похожие улицы все-таки в славянском поселении, городском. И вот насколько там все-таки нужно обратить внимание на освещение на других улицах, представители которых не дошли до губернатора. У нас приоритет, в первую очередь, комфорт жизни людей. А когда она бредет в потемках, неважно, в какой улице, на какой улице она живет, то, конечно, цивилизация где-то только с экрана телевизора. Жители нашего края достойны большего. Почти все вопросы, с которыми жители края пришли на прием к Вениамину Кондратьеву, касались жилищно-коммунального хозяйства. Так, на улице 40 лет Победы в Курганинске после поручения губернатора проведут водопровод. А в селе Суворовское у Слабинского района ведут в эксплуатацию газовые сети.